Заметки электрика 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 Значит, у нас имеется замыкание на землю где-то вот в этих цепях. Что нам нужно найти? 101-й кончик это у нас плюс, 102-й кончик это у нас минус, 115-й это цепи отключения. Ну, стандартная маркировка, 117-й цепи включения с ключа управления. Выключатель у нас масляный. Ну, по схеме я не буду как бы особо рассказывать. Здесь, в общем, установлена защита у нас. У нас это контакты реле 1РМ, 2РМ, это РТ-80 токовое реле, дальше блинкер 115-й и на РПО. РПО уже у нас воздействует на отключающую катушку вот по вот этой цепочке. Дальше у нас ксаро-зоединителя, контакт РПН и блинкер напряжения. Это у нас защита минимального напряжения, фидер, кстати, двигательный. Так, и это у нас реле земляной защиты, блинкер земляной защиты, 115-й кончик на РПО. И РПО уже через эту цепочку, через свой нормальный открытый контакт, воздействует на отключающую катушку привода. Привод, кстати, старый, PS10. Это у нас шайба ключей управления, вот у нас ключ управления, он установлен на отдельном щите и воздействует также на 103-й и через кса привода, кса выключателя и на отключающую катушку привода. У ключа управления шайба у нас с самовозвратом. Второе, установлен ключ запрета. Ключ запрета у нас сделан с фиксированной шайбой, то есть если я его ключ запрета устанавливаю, то выключатель уже не включить. Так, ну и это у нас красная лампа. На самом деле, кстати, уже стоит лампа SQL, просто не внесены исправления в схемку. Вот эта часть, это у нас схема включения, то есть это у нас ключ управления, 117-й кончик, через ключ запрета, то есть другая его шайба, которая разрешает включать-выключатель, через кса, нормально закрытый кса выключателя и катушка RPV, это промежуточное реле RPV. А дальше уже реле RPV, вот она, вот контакты RPV, воздействуют на контактор включения, КП. И уже в свою очередь контактор включения включает включающий соленоид привода. Так, и осталась у нас вот эта цепочка, это у нас цепь сигнализации, как бы выходных цепей из блинкеров, то есть блинкер максимальной защиты, минимального напряжения и земляной защиты. Вот здесь вот на реле РПС, который в свою очередь своими контактами выдает сигналы в аварийную сигнализацию. Ну, чтобы вы представляли, о чем идет речь, это высоковольтная ячейка, это у нас шинный разъединитель, это у нас КП, контактор пусковой, это у нас автомат цепей соленоидов, то есть цепей, это лампа положения выключателя, красная включена, зеленая отключена. Кстати, надо подписать. Так, это у нас КСА-разъединителя, по схеме КСА-Р, это сам привод, то есть рукоятка разъединителя и его привод. Так, ну это выключатель ВМГ-133. Так, здесь у нас трансформаторы тока, фазе АЭЦ, тип ТПФМ, старенький, фигурный еще трансформаторы тока. Кабельный отсек, здесь уже непосредственно подключается кабель к ячейке. Здесь у нас привод электромагнитный, ПС-10, старенький такой, ну, в принципе, достаточно надежные такие они привода. Да, это у нас катушка соленоида, катушка включения, отключающая катушка у нас вот здесь находится. Видите, если, вот он шток. Так, ну и это у нас тут еще один клеммник непосредственно на ячейке. Вот так вот неудобно, приходится работать, стоя на коленях на этом клеммнике. Не совсем удобная конструкция для обслуживания вторичной коммутации. Так, ну, коль уже начал, как бы, рассказывать про ячейку, то, вот, смотрите, здесь установлена защита. То есть это реле ИТ-80, ну, или РТ-80, не суть важная, индукционные реле тока. В них имеется защита токовой отсечкой и максимально токовая защита. Вот стоят две реле на каждой базе у нас. Дальше у нас установлено реле земляной защиты. Это на базе реле ИТ-521. Дальше у нас реле РПС, это реле сигнализации. Дальше у нас две реле РПО, РПВ, реле включения РПВ и РПО, реле отключения. Дальше у нас три указательных реле блинкера. Это максимальная защита, минимального напряжения защита и земляная защита. Старенькое оборудование, которое все еще находится в работе, слава богу, и служит верой и правдой уже почти 70 лет. При соответствующем, естественно, обслуживании. То есть если это все не обслуживать, то все это быстро развалится. К чему я, в принципе, пробежался по этой схеме? У нас замечание, что у нас утечка идет в сторону плюса. То есть у нас заземлен какой-то проводник из плюсового потенциала. Естественно, в первую очередь мы будем смотреть кончики 101, 103 и все. То есть 101 и 103. Почему именно 101, а не другие? Потому что здесь у нас разрыв на 107. Реле-то сейчас у нас контакты не замкнуты. Дальше XA развенителя, реле РПН, минимальной защиты. То есть здесь тоже все разрыв. Дальше у нас земляная защита, контакты и реле земляной защиты, тоже разрыв. Дальше реле РПО у нас отпавшее. Здесь тоже у нас разрыв. Ключ управления у нас самовозвратом. Здесь, естественно, вообще два разрыва. В данный момент сейчас пока включен, только ключ запрета на отключение. Потому что фидер выведен в ремонт. И лампочка. То есть, соответственно, у нас связь с плюсом есть только у проводника 103. Они вот сейчас связаны вот по вот этой цепочке. По двум вот этим цепочкам связаны со 101 шлейфом. Дальше здесь у нас тоже разрыв. Здесь ключи управления. Соответственно, здесь тоже разрыв. И блинкера сейчас никакие не выпавшие. Соответственно, здесь тоже разрыв. Поэтому нам в первую очередь нужно измерить сопротивление изоляции относительно земли у 101 и 103 кончика. Так, вот он наш клеммник вторичной коммутации. Вот у нас 101 конец. 101 конец. 102, так, то есть это 101 плюс. Вот у нас 102 кончик. Вот у нас 103 кончики здесь вот. Соответственно, мы сейчас их разберем и прозвоним. Для поиска земли в цепях постоянного тока я всегда использую мегометр М4100 на 2,5 кВ. Мне нравится данный мегер. Он достаточно простой и очень хорошо показывает землю. То есть вот я сейчас два конца на него подключил. Один кончик у меня вот уже на земле. И проверим работу мегера. То есть вот сейчас я тоже подключил тут не на окрашенную землю. Крути мегер. Но он показывает, что мегер исправный. Ну, кстати, соответственно, он и поверенный мегер. Вот голограмма есть и штамп о следующем его испытании. Так, ну и все. То есть второй кончик у нас остается на земле. А мы подключаемся на наш плюс. Соответственно, тут напряжение уже снято. Оперативный автомат оперативной цепи у нас отключен. Сейчас подключил я нам плюс. Крутим. 0 мегаом. Так, здесь 101-й везде связан. Давайте подключим 102-й. Минус. Так, смотрим мы по верхней шкале. Ну, порядка там 40-30 мегаом. Как я и говорил, так как миллиамперметр нам показывает утечку в сторону плюса, то, соответственно, минус у нас имеет изоляцию по отношению к земле. А вот 101-й кончик, наш плюсик, изоляцию по отношению к земле имеет практически 0 мегаом. Сейчас разберу концы 101-101, все вот эти вот соединения. И также разберу 103-е кончики. Вот, я разобрал все 101-е. Вот 101-й, вот 101-й. Здесь у нас с перемычкой. Так, вот у нас 101-й. И вот 101-й. Так, я отключил 4 кончика 103-х. То есть у нас 103-х тоже вот раз. 1, 2, 3. Три клеммы я отключил нижние. Эту оставил с перемычкой. И отключил эту перемычку. И один еще отходящий. Теперь что, мы поочередно будем прозванивать по отношению к земле каждый отключенный кончик, чтобы найти именно ту цепочку, где у нас имеется замыкание. Поехали. Начнем вот со 101-го. Изоляция. Так, еще один. Здесь практически ноль. Вот этот кончик берем на заметку. Вот этот. Так, дальше вот этот надо прозвонить. 101-й. Изоляция. Так, дальше вот этот. Изоляция. Так, дальше вот этот. Изоляция. То есть по 101-му кончику какие делаем выводы. У нас все концы, все вот эти вот, которые мы прозвонили, по 101-му, имеют хорошую изоляцию, кроме вот этого кончика. Вот он у нас в такой вот ПВХ трубочке сверху одета. То есть он у нас дает низкую изоляцию. Мы прозвоним. 103-е концы. То есть вот эти наши 4 кончика, которые подключены на клейме. То есть вот у нас 103-й. Изоляция. Так, вот у нас 103-й. А вот здесь вот видите, опять 0. То есть вот этот уже кончик берем на заметку 103-й. Так, дальше что у нас пошли? Изоляция. Дальше что у нас? Изоляция. Так, и вот этот еще звёк. А вот где у нас? Вот этот. Изоляция. Так, и 103-й что у нас? Все кончики у нас показали изоляцию. Кроме одного вот этого 103-го. Кстати, тоже вот в такой же трубочке он идёт. Возможно, что они идут в один кабель. Вообще, самое сложное при определении места замыкания на землю в цепях управления, в оперативных цепях, это определить именно ту цепочку, в которой возникло замыкание. Для этого нужно вот всё разобрать, как мы сделали в данном случае, и уже поочерёдно, по каждому проводничку, определять замыкание на землю в той или иной цепи. Мы вот, соответственно, выявили, что у нас вот у этого 101-го кончика низкая изоляция и у этого 103-го кончика низкая изоляция. В принципе, другие концы у нас показали нормальную изоляцию, другие цепочки. Мы их можем собрать, чтобы тут уже как бы не запутаться, и они нам тут не мешались. Так, ну, коль мы цепи прозванили мегометром, да ещё на 2500 вольт, соответственно, все наши цепи нужно разрядить. То есть, я обычно делаю это вот с помощью перемычки на корпус ячейки. То есть, вот все мы эти проходим, снимаем остаточный заряд с жил. Потому что порой, когда цепи длинные, очень хорошо там накапливается заряд. В принципе, всё. Так, ну вот, все кончики собрал обратно. Естественно, всё хорошо тут протянул. Вот у нас остались наши два заветных конца. В общем, из всего многообразия вот этих проводов, нам нужно определить, в какой цепи вот эти наши два заветных кончика находятся. В какой цепи они подключены. Делается это следующим образом. То есть, вот они у нас отключены. Мы дергаем аккуратненько за жилки проводов. И смотрим, в какой кабель они уходят. Вот у нас 103 уходит вот в этот кабель. Так, и 101. Да, и 101 тоже у нас уходит вот в этот кабель. Соответственно, смотрим его номер по бирочке. Кабель номер 60, который идёт у нас с щита управления в щит в марш-зал. То есть, на щит управления марш-зала. Вот 101 кончик у нас идёт, который в марш-зал. А в марш-зале у нас установлен ключ управления. Вот здесь разрыв. Здесь разрыв. И звонится также у нас 103 тоже с марш-зала. Но они между собой звонятся, потому что у нас сейчас включен ключ запрета. И установлена лампа. То есть, если мы сейчас разберём 103 кончик на лампе. Вот здесь вот. И выключим ключ. То мы определим конкретную жилу, которая у нас даёт замыкание. В общем, здесь я сделал разрыв ключом запрета. Здесь я разорвал лампу красную. Тем не менее, 101 и 103 кончики у нас так и дают ноль. Это значит, что они имеют плохую изоляцию либо в кабеле, либо уже непосредственно на ключе управления. Вот здесь вот. Сейчас пойдём туда, на другую сторону, на щит управления. И посмотрим этот наш ключ управления. Вот, посмотрите, что творится с этой стороны. Такой вот щит управления. Морзали. Ещё бы тут не было земли. Вот у нас 103, и вот у нас 101. Это которые идут на ключ управления, на включающую шайбу. На отключающую, вернее, шайбу. Изоляция на ключе нормально, в норме. А вот в сторону кабеля, вот эта, и это жилы, обе жилы, показывают ноль. Как я не знаю, слышали вы или не слышали, там очень шумно от агрегатов, от работы двигателей. В общем, что я выяснил. 101 и 103 кончик в сторону ключа. То есть я там сделал разрыв. То есть так же ставил вот эти две жилки 101 и 103 в кабеле чистыми. Прозвонил отдельно ключ. Ключ имеет нормальную изоляцию. А 101 и 103 кончик оба имеют, в сторону кабеля имеют низкую изоляцию. Ну вот, собственно, и вывод. Напрашивается сам по себе. Резервных жил в кабеле нет. Вердикт, что необходимо замена контрольного кабеля от щита управления до щита управления в маш-зале. Я прошу отнестись к увиденному состоянию оборудования адекватно. Во-первых, подстанция имеет 52-й год ввода в эксплуатацию. То есть ей уже, считайте, почти 60-70 лет. Первый клеммник, где я показывал вам про... Где я разбирал схему, искал цепочку с повреждением. Это по границе ответственности является моим клеммником. То есть я его обслуживаю, эксплуатирую. И, соответственно, у него вот такое вот состояние. Более-менее адекватное, более-менее чистенькое. Маркировочка есть и тому подобное. А тот клеммник, который вы видели на другом конце щита управления, он находится в эксплуатации уже не в моем видении. То есть их эксплуатируют цеховые электрики. Соответственно, вот такое состояние ключа управления и вообще состояние щита в целом и клемм оставляет желать лучшего. В связи с долгой эксплуатацией данного фидера, да, еще в определенных таких влажных, причем в очень влажных условиях, и не только просто влаге, здесь еще достаточно щелочной состав идет у насосов. Поэтому кабели лежат, хоть они и лежат в трубах, но, представляете, уже столько лет прошло. Естественно, что у них стареет изоляция, коррозирует броня. В общем, они выходят из строя. То есть их необходимо менять. Соответственно, придется данный кабель все-таки менять. Ну и к лучшему, потому что это цепи управления, это цепи включения, это цепи отключения. И при такой низкой изоляции, соответственно, схема работает недолжным образом. Ничего страшного, заменим и этот кабель. Сколько ему можно уже служить верой и правдой? 70 лет, что ли? Такое вот небольшое видео получилось. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А в заключении спрошу вас, какими методами, какими способами вы ищете замыкание на землю в цепях оперативного тока? Расскажите об этом в комментариях. Мне будет интересно послушать, пообщаться. Может предложите какой-то иной, более быстрый метод, например. Ну все, с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч! Тем не менее, мы вот все-таки двигаемся в сторону модернизации, производим замену, делаем ретрофит ячеек, ячеек СО, ретрофит ячеек КРУ. То есть, производим замену масляных высоковольтных выключателей, ВМГ-133, например, как в данном случае, ВМП-10. Вместе с трансформаторами тока, это старые трансформаторы тока, тоже ТПФМ-10. Убираем здесь привод, убираем здесь автомат соленоида, убираем здесь КП. Вам известный включатель ВВТЛ-10. О нем у меня несколько видео уже есть на канале. Вместо привода, видите, привод здесь срезан. Сейчас сюда надо установить текстолит, закрыть все вот эти дыры. Дальше здесь у нас рукоятка разъединителя. Это у нас блокировка. Это у нас блокировка, ручное отключение ВВТЛ-10 кнопка. Это у нас кнопка управления выключателем тоже. Клеймник вторичной коммутации. Автомат цепи управления. И блок питания, и блок управления выключателем ВВТЛ-10. Аналогичный выключатель ВВТЛ-10. Аналогичные здесь блокировки, кнопки отключения, кнопки управления, клеммник, блоки управления и питания. Кстати, сейчас БПТЛ-02 и БУТЛ-05 мы уже не используем. Мы используем либо 12-й блоки управления, либо SM-16, о которых я рассказывал вам в новых своих видео. Еще один выключатель ВВТЛ-10. И все выполнено аналогичным образом. То есть, если вам эта тема действительно интересна, то я выберу время и все-таки расскажу вам, как мы производим ретрофит, ячеек XO или ячейки CRU, более подробно. То есть, если вам интересно какой-нибудь сделать обзор про какой-нибудь релея, например, у релея ИТ-80, его настройку там, или просто обзор такой кратенький, пишите об этом тоже в комментариях. Кстати, посмотрите, как выполнена коммутация вторичных цепей. То есть, вот как вот проводочек к проводочку, идут шлейфы. Аккуратненько все. Вот раньше как выполняли монтажные работы. Ну вот на этом, пожалуй, все. Еще раз всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч.